Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 424. События дня. Евангелие от Матфея, 19 глава, 8 стих. Не весь. А сначала не было так. 8 февраля 2017 год. Алена С. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Давно я вам не писала. Я все хотела спросить про Екатерину. Как она поживает? Просто стеснялась спросить. Смотрю, вы ролик выставили. Сейчас буду смотреть. У меня накопится столько вопросов, но я почему-то стесняюсь у вас спрашивать. Мне кажется, что они такими пустяковыми для вас покажутся. Поэтому молюсь, чтобы Господь дал мужество. Спаси Христос. Игнатий Лапкин, по скапу можете задать вопросы. Скопите их, спросите, когда могу принять. Все. Удивительная история. Незнакомец хотел поиздеваться над верующей женщиной. Слушаю внимательно. Ее ответ великолепен. Бедная женщина из небольшой семьи была очень религиозной. И однажды, когда денег не хватало даже на то, чтобы накормить детей, она позвонила на радиостанцию и оставила там обращение к Богу о помощи. К Богу? Она к помощи в радиостанцию. У меня к Богу помощь. Опубликуйте. В то время, как сотрудники радио с пониманием отнеслись к верующей женщине, одного из слушателей ее слова задели. Он был убежденным атеистом и решил доставить себе удовольствие, поиздевавшись над незнакомкой. Мужчина узнал ее адрес, позвал секретаршу и поручил ей купить много продуктов. Девушка вернулась к нему с лучшим мясом, сырами и сладостями. Каково же было ее удивление, когда начальник дал следующее распоряжение. Доставить продукты по адресу. И если женщина спросит, кто прислал еду, сказать, что это от дьявола. Будет она есть или не будет. Когда секретарша вручила незнакомке продукты, та была настолько благодарна, что из ее глаз полились слезы. Она не переставала благодарить и благословлять девушку. Но когда женщина уже начала прощаться, секретарша спросила, а вы не хотите узнать, кто прислал вам эти продукты? На что женщина ответила, нет. Нет, это совершенно не важно. Потому что когда Бог отдает приказ, даже дьявол подчиняется. Да, так и написано. Вот она. Посмотри, хорошо ее. Даже дьявол подчиняется. Это она, да? Ну, под ним так стоит. Семья Домнич пишет. Игнатий Тихонович, доброго вам времени суток. Напомните мне имя военачальника, что сложил свою голову за веру в Христа вместе со своими многочисленными подчиненными, склонив свою голову под меч губителей, преследовавших их или противостоящих им. Помню, об этом чуде им смирение говорили. Спаси Христос. Я ему отвечаю. Игнатий Лапкин. 19 августа. Андрей Стратилат. То есть, это жития святых за август месяц Дмитрия Ростовского 19-го. Вот это все спрятали. Только одно. Сергий Радожеский благословил на войну. Почему вот это не берут? Хотя бы один раз. Где-то. Но видно, что все это привыкли лгать. Кавычки открыты. Андрей был тысяченачальником, полковником. От него веровало 2593 воина. И когда они уходили от преследовавших их, то вошли в ущелье и ждали своих убийц. К ним обратился святой Андрей с речью. Кавычки открыты. Друзья, братья и дети мои, ныне время благоприятное, ныне день спасения. Будем же единодушны и твердо стоять в любви Божией, как повелел нам Господь. И не станем поднимать рук наших на преследующих нас. Но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то, что Он дал нам дожить до сего времени, когда мы получим наследие со всеми святыми пострадавшими за Него. Итак, будем молиться Ему, как молился святой первомученик Стефан, когда иудеи побивали его камнями, говоря, Господи Иисусе Христе, приими душа рабов Твоих, которые мы предаем в руки Твои. Сколько их было там? 2593. 2593. Ну, может, не запомним. Ну, две с половиной тысячи-то можем мы назвать. Дальше. Когда они так молились, их настиг Селевк со своими воинами. Ну, это двойначальник, который язычник. Обнажив мечи, заскрежетав зубами, они, как звери, бросились на стадо Христова. Святые же воины Христовых, хотя как храбрые и опытные в бою, и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц. Но, подражая Господу своему, как незлобивые агноцы, отдались убийцам своим на заклание. Преклонив колено, они протянули шеи свои на заколение под мечи. И воины Селевка, без милосердия посекая их, в короткое время всех перебили. Пострадали в воскресный день, во втором часу дня. Понятно? Почему это не говорят? А говорят те, которые воевали. Георгий Победоносец там воевал, Корнилий воевал. Они говорят, да Корнилий-то ушел сразу. Подал в отставку. Дальше-то жития, считайте. А вот там Лонгин стоял у креста. Ну, дальше-то биографию, считайте, жития. Он сразу подал в отставку и ушел. Стал благовестником. Что он стал? По иерархической лестнице военного ведомства подниматься? Мне отвечает. Домнич, отличный пример в день поминовения этих ребят. И в наседание всем, кто с оружием в руках оставит интересы политиков. Они свои. И не думают о вечности и о спасении души. Вот если вот это нажать, то увидите. Речь идет о Псковском ОМОНе. Послали туда, а предательство везде было. Предатель на предателе. И сообщили, я и там он. Их там учились, специально там воздушные бросают, когда на парашютах их. И вот когда они ехали, сразу машину подорвали. А там рядом большая труба. И уже на трубе заселись, а не один, может, снайпер. И прострелились на дорогу. Обычно дорога, может, в квет хотя бы. А они иногда... И они их стреляли и стреляли. Всех перебили. 86 человек. И мы можем даже глянуть немного, потому что это очень серьезный вопрос. Контрон нажать, а потом сюда стрелку навести. И вот мы увидим сейчас. Вот открывается. Давай. Разорвало тишину в феврале далеком. Это они. Выключи звук. Вот посмотрите. Они их показывают. Я маленько так покажу. Вот. Посмотрите. Это фотографии всех собрали. Какие они. Я маленько так буду продергивать, чтобы посмотреть. Маленько хотя бы. Кто такой? Это памятники. Стоят там. Герои России. Какие фамилии, имена их там. Статуи. Майор. Там. Ну, 86 человек. Там офицеров много было. Это люди, приготовленные для войны. И куда пошли? В Чечню. Ехали-то в Чечню. Убивать. Убивать поехали. Вот. Там предательство. Но в конечном-то счете остается в силе Слова Господня. Взявший меч от меча погибет. Ну, это вот. Убитые они. Там койка там заправляется в воинской части. Это вот как память им творится. Я просто передергивать буду. Вперед. Не слова передергивать. А вот. Эти есть. И вот. Какие они. Был. Погиб такого-то. В 2000 году. В марте первого. Погиб. Когда первого, третьего, 2000 года. Все имена их, фамилии, отчества. Это реальная картина. И представьте себе. Нигде укрытия нету. И со всех сторон шквальный огонь. И снайперы там сидят. А тех они их и не видят даже. Пули-то откуда. Ну, представь. Он залег. А больше ничего нету. Чистый кювет. Всех до одного убили. Вот оно как. И вот к этому времени. Взявший вещь от меча погибнет. Вчера. Опять было совершено покушение. До этого взорвали лифт. В лифту был там их герой полковник. Ну, в Донецке, которая самая провозглашенная республика. Вот в этой, как Донецкой, как назвать, Луганская там область. Его взорвали. Моторола называли. А на самом деле его Арсений Павлов. И у него друг был здесь. Тоже такой же герой. Вчера взорвали его. Все. И как ударили. В лифте этот высветили они. Где он приходит. Когда заходит в кабинет. И оттуда снаряд шмель. Его на куске разорвало. Прямо ударили. Там в кабинете сразу его. Нигде нельзя спрятаться. А до этого говорят. А шмель это хорошее оружие. Мы им пользовались. Когда в Афганистане были. И когда в пещере там прятались. Мы туда стреляли. И всех душманов убивали. Ну, вам нравилось? Это сами. Тут же пишут под него. А теперь эти украинские-то смеются над этим. Ну, ладно. Вы убили. Почему? А ему скучно. Мы оторвали одному. Поэтому мы второго ему друга послали. Чтобы не скучал. Тети теперь издеваются. Ну, и в думе. Прямо в ради в это где-то. Не радуйся. Написано, когда пойдет кто-то. А почему? Это бандиты были. А то там дальше пишут. Пришли на нашу землю. А его Гиви. Гиви, а Михаил звать. И вот он какой там. Какой отряд у него был. Все. Сегодня или когда хоронить будут. А дальше Захарченко, который у них, глава их считается, на очереди. Их все меньше и меньше остается. Спасения нигде нету. А где спасение? Во Христе. Взявший меч от меча погибет. Кто ведет плен, сам поведется. Вот это здесь абсолютно точно уже исполняется. Те пришли в одну страну, а эти в другую. Если бы делали правильно, было бы по-другому. А как правильно спрашивают? В Чечне нам, когда мы ехали с миссионерской поездкой по стране и за рубежом, можно ехать, только не ездить не надо. Показывали, что Чечня на первом месте, дальше там Азербайджан, Турция. Мы везде проехали. И везде нас принимали так, как будто бы мы родные их люди. Почему? Мы ехали с миссией добра, и мы везде молились. Мусульмане где молятся, и мы рядом. Они раскладывают, у нас палатка 2х2, военная палатка. Стояли, молились, кланились, поднимали руки, беседовали с ними. Я одна сразу заметила, у нас отошла, я за мусульманина вышла, а я христианка, я вот хочу поговорить с вами. Я интересно просто было, я никогда этого не видела, что мусульмане молятся, я знаю, муж молится, но чтобы вот верующие и молились, православные, а она за рулем сидит почему-то, а он рядом с ней сидит. Вот мы показали, как нужно веровать. Веровать, значит, довериться Богу. Кто не понял, тот не понял. Дальше. Юрий Соболев. О нужном для спасения. Избегай сектантских, сунемудрых, гибельных. 30.01. Первое. Вопрос от Екатерины. На любой вопрос ответ найти в Святой Библии. 7.02.18 год. Ну, ну, седьмой, это когда, сегодня девято, позавчера это, ролик-то вчера выставили. Хорошие, живые, душеполезные беседы. Вчера посмотрел первый ролик, воодушевился весьма, под впечатлением до сих пор мысленно возвращался к этой беседе в течение дня. Видишь, какое. Казалось бы, уже многое сказанного знаю и помню из ваших бесед, но всегда что-то новое, необычное. Храни вас Бог, Игнатий Тихонович, молитвенно обнимаю. Понимаете, человек образование имеет, которого у меня никогда не было и не будет. Представьте, это не просто закончить университет. Преподаватель в университете государственном. Преподает одновременно в академии. И ведет курсы, да еще, кажется, с разным уровнем людей при метрополии там или епархии Красноярского края. И он прослушивает на несколько раз, разворачивает, и все это удивляется. Идем с женой и говорим. Вот ребенок, он старается везде у нас быть первым. Хорошо это или плохо? Хорошо или плохо? И только пришел домой, ну, гад, включил, говорит, вашу проповедь, вы об этом и говорите сразу. И вот все время, говорит, о чем-то говорим с женой, говорит, вот сейчас, говорит, включу, так и знаю, говорит, Игнатьев будет говорить об этом. Включили, как раз об этом и говорите. Как это может быть? 1300 проповедей, так проповедь-то длинная, и включить тот участок, где именно об этом говорится. Но я не могу просто принимать случайность. Один раз случайность, а два раза это уже система. Дальше. Владислав Ковачев. Пожалуй, самая юмористическая рубрика на канале. Какая? Там, где мы беседуем о плоской земле. Но каждый раз, когда вырывается смешок, тут же следом охватывает страх и переживание за душу Романа. Да избавить его Бог. Видите как? Люди переживают. У нас вот с одним братом разговор об этом шел и прочее. Спрашивают сейчас, ну а как вы узнали о горизонте? Ну это проще пареная репа. Это очень даже просто. Как на расстоянии вымерили, откуда видно. Ну как она, шар земля, шар. Ну вот как я покажу, это шар. Если плоская, хоть сколько видно. Биноклю можно сегодня увидеть. Ну взяли метр на метр, квадратный метр, куб. Куб красный. Выставили на лед. Лед ровный, застывший. Совершенно ровный, гладкий. А где такой лед? Ну где Байкал. Самый большой опыт проводится там. И теперь человек со своего уровня с глаз сколько смотрит. Ну, надо маленько учитывать, что этот куб поднятый. Маленько. Это поэтому тут поправку еще на несколько метров дают. И дальше исчезает. Его передвигает дальше. Исчезает, нигде нету. В бинокль смотрит. Ну а если куб? Ну ночью сделали фонарики, там будет гореть. И ночью до этой черты доходит. Ясно дело, что она заваливается не плоская, а круглая, шарообразная. А теперь поднимает выше на 10 метров. Сразу отодвигается. И точно так же исчезает на определенном участке. То есть дальше идет. Почему? А ты поднялся. Ну вот здесь поднялся выше. Тебе дальше видать за этот склон-то туда. Еще выше. Еще. То есть эти опыты. Никаких ученых не надо. Любой это может сделать. На ровном месте. Вымеренное буквально до метра. Но делается поправка. Если это такое парит, как говорится, земля. Колышется воздух. То тут может горизонт поближе быть. А когда ясно морозный день, тогда еще метров на 10 отодвигается. То есть видимость воздуха. Мы видим, когда луна большая, солнце заходит большое. Оно небольшое. Оно увеличивается через атмосферную. Атмосфера, которая через воздух. Который близко к земле. Он плотный. Здесь даже толковать не о чем. Никакого не надо. Ни грамоты, ни ньютонов, никого. Просто видно, что она круглая, шар. А какой ответ? А никакого ответа-то нет. Ну надо как-то объяснить это. Почему дальше не видно? На 50 метров поднимают. Уже видно на 100 километров. Ну ясно видно. Со спутника смотрят. На полторы тысячи видно. Ну почему она раз далеко, то она уже видится не здесь вот. А уже вот докуда видно ему. Он-то далеко. И видно. Кто так понимает? Все. Даже человек ничего не знающего, не может ничего ответить. Ну почему не видно? Днем ты видишь. Дальше куда она девается? Если она плоская, то всего 5 километров. Горизонт дальше 5 километров не бывает. А на 6 уже не видно. Куда она делась-то? Не знаю. Ну теперь тебя подняли, взяли на лестницу, подняли. О, теперь я вижу. Ну ясно дело, что она горбатая земля-то. И дальше. Так, Сергей парализованный. Низкий вам поклон. Дорогой, любимый наш брат Игнатий Тихонович. О, как. Рассматривая все ваши беседы с сектантами, сколько нужно терпения? Сколько нужно терпения? Он это понимает. Парализованный. Кажется, уже у него все отболело и все. И так интересуется жизнь. Уникает в беседы, составляет ролики. Сколько он знает. И сочувствует. И Париж переживает. Но я каждый день посылаю поздравления, не поздравления, а на день рождения, чтобы не отмечали. И сегодня показали священник Игорь Тарасов день рождения. Ну я ему скинул то, что у меня написано. Ну а что написано? Ну некоторые не знают. Я для всех могу это показать. Вот. День рождения. Просчитай. День рождения справлять не нужно. Поздравляют с днем рождения. Как будто тут какая-то есть своя человеческая заслуга. То вот год жизни. Нарушали заповеди Божии. Грешили. И ангел не обрезал нить жизни. Поздравлять тут вовсе не с чем. Как говорит святой Иоанн Златоуст. Празднование дня рождения Ирода закончилось гибелью величайшего пророка Иоанна Крестителя. Да. Итак, дни рождения никогда не следует отмечать. Ни подарки делать, ни праздновать по-мерски. Подарки можно сделать в любой день. А нужно обязательно прочитать благодарственный канон ангелу-хранителю, что сберег нашу жизнь и не отлинул нас вместе с нашей суетностью. Суетностью. Суетностью, да. Сходить в храм Божий, конечно же, приготовившись достойно к тому причаститься, если есть возможность сотворить милость кому-то, подать милостыню. День рождения напоминает нам о том, что на один год мы стали ближе к уходу с этой грешной земли и ближе к страшному суду Божию. А там ведь все не так, как здесь, как говорит нам Святая Библия. Лука 9, 23. Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Вот первая ступень отвергни себя. Растопчи свое Я. Тут нужны радикальные меры борьбы с самостью. Сираха 8, 39. Во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь. В Римлянам 13, 11. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы бы уверовали. И потому желаю вам проверить себя, жить уже далее так, как требуется по Слову Божию после рождения свыше. Жить абсолютно новой жизнью во Христе Иисусе. Жить под водительством Духа Святого, ожидая грядущего Мессии Христа, Бога Истинного, и знать Его Святую Волю, исполняя Ее. Дальше я говорю, заходите на наш сайт, какие у нас ресурсы есть. И здесь вот Сергей составлял путь благовестника, наша вера православная, то есть наши же ролики. Я это когда день рождения, каждый день рассылаю людям. И вот его реакция какая. Брату Игнатию радоваться, принимаю твои советы как соболезнование мне, неключимому, промотавшему большую часть жизни без Бога. Горе, горе, горе. Он не боится это сказать. Он уже вызывает уважение, Игорь. Да благословить тебя, батюшка, и ты нас благослови. Брат наш Игорь. Ну и теперь показать, какие у нас ресурсы. Вот самый, первый был из этих, что у нас тут. Ну вот, видно. Вот такой, там есть еще я с голубем, так именно сюда заходите. И везде можно здесь увидеть, вот вверху к истине, какой именно, ну адрес наш. Второй, это у нас форум, большой форум. Православный форум, 1602 темы. Огромные, огромные темы, большие. И вот что интересно, здесь можно узнать, какая посещаемость. Обычно 350, но вчера почему-то 450, вот тут дальше 500. Скачет как-то. А сегодня уже к этому времени 25 зашло, на 10 меньше, чем в это же время было вчера. Ну и огромный наш ресурс, это православный видеоканал. Видите, тут у нас подписчик уже 6136. И просмотров сколько? 5 271 617. У нас система занесла в средства массовой информации, СМИ. Поэтому надо изучать их законы, чтобы их не нарушить. Вот сегодня я, который выставил, посмотреть даже сколько, уже прошло, наверное, часа 3, ну до 3 часа 67 посещений. Вот так. Ну и самый тяжеловесный, это православный библейский сайт. Сколько нас нападали, даже некоторые. Еще выдумали православный библейский. Православный, значит православный. При чем тут библейский? А кто протестант, то библейский православный. Да разве так может быть? Православие вообще к Библии никакого отношения не имеет. Вот это доигрались. Как есть великодержавная такая партия в России, которая прямо в программе написана. Мы за православие, священники радуются. Через запятую. Но против христианства. И все. То есть никакого отношения не имеет ни к Библии, ни к Христу. У людей такое понятие. Ну и тут у меня ответы, самые ценные ответы. 4124. И есть такая папка под разными названиями, которая называется церковь. Вчера мы одну открыли, но не успели просчитать. Сейчас мы просчитаем. Скопировали. Уходим. Открываем. Вставляем. Активируем. И увеличиваем до 20, чтобы можно было считать. Давай. Церковь тут много при Диамиде было. Дальше. Вопрос 412, 30-й том открытым окон. А если бы прислушались церковные власти к епископу Диамиду, то нельзя ли было как-то притушить этот скандал? Знаете, как забота какая-то мне в университетах, на радио, где я вел занятия, задавали этот вопрос. Ответ. Это напоминает совет Сала Толстяка, охранника в фильме Зона. Когда он начальнику оперчастий советует ублажить авторитетов тюремных, чтобы потушить бузу. Бузу. Ну бузу. Бузу. Вы о ком говорите? Патриархия – это особая организация, выпестованная в пробирках КГБ, беспокаянная, лживая и страшно мстительная. У нее все навыки ее усатого отца. Дело в том, что, унаследовав характер своего отца, сегодняшние попы ведут себя точно так же, как и в годы советской власти. Они же ничего не видят, какой век на дворе. Чуть с ними заговорил, они тут же вызывают милицию и ОМОН. Это же тот самый репрессивный аппарат, что и при царе-батюшке. Попы раскрылатились, и их будет подрезать сам Бог. И похоже, что очень скоро. Это я отвечаю. Дальше. Кавычки. Общественно-религиозный совет в защиту чистоты православия и епископа Диамида в начале июля заявил о том, что в РПЦМП произошла оранжевая революция, в результате которой власть в церкви была узурпирована узкой группой лиц во главе с подметрополитом Кириллом Гундяевым. Как это было и на Украине, революционеры и РПЦМП для борьбы против своих оппонентов и противников не гнушаются никакими беззаконными средствами и методами, клеветой, подлогами, провокациями, запугиваниями, фабрикацией уголовных дел. У меня, когда судили, самые подлые, самые лживые показания на суде давали священники, патриархийные, и которые даже не явились, но их показания записаны за их подписью. И они знают, отлично знают, что это не так, это неправда, но они другими не могут быть. Мне все напоминает сказку, когда змея попросила перевезти на другой берег черепаху, она говорит, я боюсь тебя, не бойся, я тебя не трону. Только перевезла ее, она ее сразу в шею, шея этого не открытая была, она ее укусила. Она говорит, что ты сделал, у меня там дети пропадут, а сама уже теряет сознание. Змея говорит, а я другой не могу быть. И все, она не может быть другой. Вот у меня где бы ни проповедовал, везде патриархийные путаются и лгут, непрерывно лгут. Евангелие раздавел, собирали Евангелие, в храмовом дворе жигали они. И некоторые поступают как антихристы, прямо хвалятся. Я столько-то Евангелие сжег. По всей видимости, они могут пойти и на физическое устранение неугодных им лиц. Наши заявления ежедневно получают подтверждение своей правоты. Прибывши на Чукотку, крестный ход во главе с хабаровским архиепископом Марком был использован им как тарьянский конь. В этом коне сидели бойцы ОМОНа, семинаристы с навыками взлома замков и срыва дверей, священники, складные, взъясняющиеся на блатном жургоне с матерным сленгом и другие крестоходцы, призванные произвести неизгладимое впечатление на сторонников опального епископа и убедить их в бесполезности сопротивления. Ну что, мат и то другое, у нас это записано, прямо записано на ролик. Мы приехали в Клочки, в село Клочки, Ребрихинского района Алтайского края. Но они все сделали, чтобы только уже договорились в клубе, чтобы нас туда не пустить. А сарковный староста стоит и матюгами такими кроет, а наш брат Севастьян говорит, что ты ругаешься-то, так, ну, как сапожник. Это же в Ребрихе было, где бы мы ни были. И сразу вызывают, ОМОН вызвали, ОМОН звонит, ну и что они там делают? Ну, ломают окна там у вас, нет, не ломают. ОМОНу-то выезжать надо, там-то нет, рядом-то вызывать-то надо. Ну, они вот собрались тут в школьном спортзале, ну, это поют. А наш, значит, человек рядом слышит и потом передает. Ну, поют и пусть поют они, что они поют? Свержение власти, да нет, Христу, говорят, это слава. Ну, а вы-то вызываете зачем? Мы сейчас приехали к вам, что мы должны делать-то? А много их, на девяти машинах приехали с Барнаула. А у нас одна прихожанка, а у нее муж физрук. И он, как бы, никакого отношения к нам не имеет, но раз жена его пригласила, а теперь отказали, и он пошел на встречу, взял, открыл школу и спортзале, мы сидим. И в это время первое, которое начали считать, газета Труд, речь Кирилла, он был еще не патриархом и митрополитом, Гундяев. И он говорит, храмы наполненные были, и думали, так всегда будет, но вот храмы опустили. Итак, меняйте тактику, выходите на улицы, идите на перекрестье дорог, проповедуйте. И Виктор Андреевич Яковлев стоит, зачитывает, и это, говоря, одна из прихожанок, такая ревностная, одетая прилично, белая на ней, это все на фотографиях есть. Бабки, а ну уходите отсюда! А они уже сидят, расселись, видишь, расселись, они, кто ты такая, еще раз кричались, они ее поперли оттуда. То есть, вот это было реально. А потом эта Зина ее звать, которая была, она будет просить прощения, а староца вскоре умрет, все развеется по-другому. Прямо в скором времени. А староста там дуб настоящий был такой мужик-то. Я говорю, умер, до того удивился. Чего же ты не стал жить-то больше? У Бога все вымерено. Все. А это, вот что там было, у нас есть книга «Для слова Божия нет уст» и самая последняя статья. Там был корреспондент, он, как сказать, не знаю даже какое это звание, председатель или кто журналист от Полтайского края, Тепляков Сергей Александрович. Иногда он Кочевников подписывался. И он написал «Сошьем Россию из Клочков». Село Клочки. И об этом пишет. И про эту женщину. И фотография есть. Вот как. Дальше. Все происходило, как в 1937 году. Это они пишут, это не наше. За него. Милиция, спецназ, захват храмов за взломом дверей, запугивание прихожан увольнением с работы, возбуждением против них уголовных дел и так далее. Да, ну я ОМОН-то не приехал, я не закончил. Не приехал. Они ничего не... Ну что они там делают? Ну и пусть поют, и они тогда отошли. ОМОН, они тогда что-то еще делать? Это у нас приехало-то не один, не два человека. Полста человек почти. И на улице, и везде прошли. Полностью прошли. В каждый дом везде Евангелие давали. Что была интересная встреча, как Сергей Тепляков напишет, через эпоху. Выходит женщина. Игнатий? А я даже ее и не узнал. А она меня узнала как? Когда я сидел в тюрьме, она в это время там работала. И что-то там выдавала. Я не знаю, как их назвать. Такие, что просто не выдавала. Вот это все такое. И у нас тут с ней такой разговор произошел. Но видно, она на пенсии уже. И она все вспомнила. И вспомнили, что... А там стирали, когда вы никогда не давали стирать свое. А почему не давали? Вы говорили, зачем? Я сам постираю там в тазике воду. И она припомнила все. И как ей попало от начальника, начальника тюрьмы. Начальник тюрьмы меня часто вызывал, Соломин Александр Семенович. И говорит, ну и как у вас тут... Он беседовал о войне. Что дальше будет? И неужели эта перестройка так вот... А перестройка только-только начиналась. В 86-й год это был. В 86-й. Будет ли война с Китаем? И потом у нас были близкие отношения. И он умер по-христиански. И, видимо, отпевали все как положено. И он, ну как, я говорю, да вот так. А простыни? Какие простыни, я говорю? Там дали вот такой обрезок. Их рвут, они жгут. Называется дрова. Чай кипятить-то нечем. Дров-то нету. Он кружку взял алюминиевую, постучал по батарее, а она заходит. Заходит, и он тогда ей начинает выговаривать. Сейчас я могу маленько перепутать там в словах. Ну, так, ты просто ему почему не выдала? Так, Александр Семенович, ты же все жгут. Ну, ты маленько-то, смотри, кто перед тобой-то. Ну, что ж ты так-то? Нехорошо. Выдать все ему. Ну, а так, выдать. И все, я говорю, мне там все дали просто, одеяло, готово дело. А я всего только одну ночь ночевал там. А уже начальник знал. Начальник тюрьмы высокого роста, по два метра, наверное, полковник. Вот приятно все вспомнить. Дальше. Архиепископ Марк возглавил не крестный ход, а крестовый поход на Чукотку против ревнителей православной церковной истины. Как из друга изобилия, в СМИ полились искренние, кавычка, признания бывших ослужителей владыки Диамида, о его якобы скандалистском характере с садистскими наклонностями. О, садистские наклонности. Мне тоже. Видят, что дети играют. У него садистские наклонности. А в чем? С детьми ягоды собираем. И что-то... Нет, нигде. Ну, садистские наклонности. Тут бы... Власть-то тут что? Сколько раз исследовали. А это у них штамп. Они все одинаковые. Поэтому всему, что здесь говорится, я верю. Это на мне проехалось уже. Рубцы оставили. О его нечестности и хитрости компромата достойного доверия не накопали. Поэтому прибегли к наглой лжи и клевете. И когда они клевещут на меня, я всегда оглядываюсь. О ком они говорят? Так это я вас говорю. За мной этого нет. Иначе бы меня здесь не было. Не было. У меня копали до прапрабабки, когда сажало КГБ. Меня не просто взяли, а по санкции московского КГБ, МГБ. Так что за мной наблюдение было хорошее. И мать допросили, и всех, кого могли. Ничего за мной нету. Я реабилитирован. Для формирования отрицательного образа епископа Диамида в глазах российских обывателей вложили ему в уста призывы к отказу от мобильных телефонов. Чтобы оттолкнуть от него православных с телеэкранов, объявили его противникам преподавания в школах основ православной культуры и так далее. Но компрометация епископа Диамида в глазах общественности не главная цель крестового похода. От одного православного миссионера из команды архиепископа Марка почти все безвозмездно удалось выяснить, что после последнего обращения епископа Диамида, в котором он отлучил патриарха и священноначалья церкви, из патриархии от петрополита Кирилла Гундева поступила команда закрыть Диамида в психушке или нас засадить в тюрьму под любым предлогом. Верю в это, потому что у меня 26 лет психушка мучила. Эта задача с привлечением местных силовых органов, а на дыря срочно решается хабаровским архиепископом Марком. Против епископа Диамида фабрикуется уголовное дело о якобы хищении им церковных средств, церковного имущества и драгоценных металлов, золотых и серебряных цепочек и крестов. В результате разговора с епископом Диамидом, находящимся сейчас на мысе Шмидт, выяснилось, что в аэропорту Анадыря сотрудники милиции и марковцы, семинаристы, уже ждут его возвращения, чтобы предъявить ему обвинение и задержать для судилища. В то же время 21 июля поступил звонок с Чукотки. Шокированные люди со слезами рассказывали происшедшее, трудно поддающееся объяснению. Но еще около церкви люди заметили огонь. Когда они предошли ближе, то увидели страшную картину. В железной бочке горели иконы Спасителя Иисуса Христа и Казанская икона Божьей Матери, праздник, который приходился именно на этот день. Когда православные начали стучать в двери храма, чтобы вызвать ипподиакона, архиепископа Марка, ночью еще в нем, то тот отказался открывать дверь. Когда люди вызвали милицию, свидетелей было более 10 человек. Сотрудники милиции, прибывшие к храму, осоставили протокол и взяли объяснение с ипподиакона. Верующие записали происшедшее на видеокамеру и осоставили свои свидетельские записки. Для чего архиепископ Марк и его помощники совершили такое кощунство и сожгли церковные иконы, остается только догадываться. Не для того ли, чтобы обвинить епископа Диамида в похищении этих святынь? Ведь даже если они, архиепископу Марку, казались ненужными, то их можно было раздать прихожанам храма, которые бы с радостью и благооговением взяли бы их к себе домой. Беззаконники сами себя изобличают, заявляя о своей верности церковным канонам и правилам. Они на архиерейском соборе совершили грубое их нарушение, расправившись с епископом Диамидом без его присутствия. В богословско-каноническом анализе, с которым согласились все архиерей РПЦМП, присутствующие на архиерейском соборе, в июне 2008 года на требование епископа Диамида осудить демократическую форму государственного правления указывается о непредпочтительности для церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из существующих политических доктрин. В то же время, после собора РПЦМП в лице своего официального представителя из ОВСЦС по взаимоотношениям церкви... Я просто даю прочитать. Слава Богу. Вот это прочитайте, страницу. Ну, кому это хочется знать? Я отвечаю на вопрос. Вопросы, ответы очень большие. Документы. Это документы. И они с каждым днем, эти документы, все труднее доставаемые. Это можно все заснять, просчитать, что произошло, кто что из них говорил. Это все документы. Так. И что здесь говорит? Негоже носить галстуки. Этот аксессуар диамидовцы назвали масонским. Ну, это так и есть. Тут я полностью согласен. Если галстук снял, обязательно должен расстегнуть одну или две пуговицы. Они ничего не знают. Ну, и как всегда, после... в конце вопроса я делаю как бы эпиграф. Что об этом можно сказать из Слова Божия? Псалом 68, 9, 11. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей. Ибо ревность по доме твоем снедает меня. И злословия злословящих тебя падают на меня. И плачу, постясь душой моею. И это ставят в поношение мне. Это к нему как раз относится. Я пережил этот стих. Дальше. 3500 учеников Климент Ахридский ко Христу направил. Он был епископ, звал к себе под кровь. По своему апостолам был равен. Воображение туснет в пустоте. Таких примеров раз и... все, обчелся. Чтобы накормить, пришлось ему потеть. Со всех цветков в нектар собрали пчелки. Какой был гвалт, и сколько ж бестолковых. Всех надо выправить и к нужному направить. 27 мая напоминание школам. Кому нам подражать, кто самый крайний. Это житие на 27 мая. Видишь, я хочу, чтобы люди знали. Климент Ахридский. Если бы с Владимиром пришел, хотя один и к нам Климент Ахридский, мы сдвинулись бы к свету и не на вершок. Дай Бог, чтобы благовестием не охрипли. Учить евангельскую веру соблюдать, неукоснительно с Евангелием слиться. И тракт к невежеству остался без следа. Хотя на цель не рядом, но так близком. Важнее нет и не было задачи воспитывать Давидов, вовсе не Саулов. Тогда и к цели все попов потащат, и многие в благовестии обули. Окупится стакратно, что вложишь в детвору, к молитве, к страху Божию старайся приторочить. Без этого, что видим нынче мы вокруг, не в муку или прописаны бессрочно. Из горя в горе, из темноты во мрак, такую участь не очень схлопочут. Не пожалей на знания, ни времени, ни затрат, и расцветут в прибивках новых почки. Учеником быть до сей день не грех, когда учитель призван со сверзнанием. Всех не учи, добудь из-под земли. Высокоумием слепцов дракон обманет. 15 сентября 2008 года. Еще здесь нападки на диамиды. Так, это церковь поставить название. Нападки на диамиды. Церковь. Нападки на диамиды. Снова мы заходим на наш сайт. Возвращаемся к первому. Последнее, последний вопрос по этой теме. Много мы уже взяли отсюда, и все это диамидом заканчивается. Последнее. Видите, даже такой вопрос по диамиду мы не оставили неотвеченным. потому что добрый, наверное, десяток. Ну, около этого где-то вопросов, и все были отвечены. И люди, когда уходили, они говорили, вот это нам бы ни на одной лекции не сказали. Такие эпиграфы. Вопрос 4124-й от 30-й от открытым оком. Где 4-й? А ты 4-й разве? 4121-й от 30-й от открытым оком. Я уже слепой и то вижу. Хотели бы вы встретиться с Деми, Демидом? Патриаршие и комментаторы говорят, что он человек вроде бы недалекий и чуть ли не тронулся умом. Понятно как. Утронулся умом. Ответ. Бог будет судить, кто потерял ум, сошел с ума. Это же говорили и о Христе. Так что даже родные и Матерь Божией тому поверили. Марк 3,21. И услышав, ближние его пошли взять его, ибо отговорили, что он вышел из себя. Демид ничем не глупи Акураева и гудящих хором. Хором. А может быть хором? А хором. Хором. Хор, хор, хор. Поет который. Гудящий хором про умалишенность Демида. Он совестливее их всех и мужественнее. Это же всем искренне вепрующим. Верующим. Понятно. Мы молимся о сохранении его жизни. Патриаршая злоба, ложь, мафиозность приведут их к престолу Антихриста. Мне неизвестен адрес местонахождения епископа Демида. А то бы я пригласил его о побытии у нас и потрудиться на благовестии с нами. Ему было бы весьма полезно побыть здесь. Интервью с чугепископа Анадырского Чуковского Демида в газете Дух Христианина 19 июня 2008 года. Владыка. В наше время прогресса новых технологий и научных открытий. Какие знания особенно важны для спасения души? Ответ. Я считаю прежде всего вероучительное как спасительное для души. Прогресс сейчас идет в направлении закабаления души, подчинения ее темным силам. Мы видим, бископы церкви часто отступают от своих позиций, участвуя в экуменических контактах, пренебрегая своей основной функцией спасением человеческих душ и подготовкой их для Царствия Небесного. Епископат умерщается, увлекаясь земным, обольщаясь им. Поэтому сегодняшнее время, время особое, тревожное, и каждый человек должен это осознавать и стараться молиться, чтобы избежать такого обольщения, не подпасть под власть технократического мира. Вопрос. Насколько важно сегодня духовное образование для верующего человека? Ответ. Духовное образование важно, поскольку человек, приходя в этот мир, должен иметь нравственные ориентиры, он должен знать, что такое добро, что такое зло, как избежать злых поступков, как умножить добро в этом мире. Человек должен быть воспитан именно в духовном аспекте, в православной вере, чтобы давать правильную оценку всему происходящему в мире, и чтобы эта оценка была объективной, и человек мог сделать спасительные для своей души выводы. Вопрос. Необходимо ли образование монаху светской духовной? Ответ. Если говорить о монахах первых веков, то они были людьми зачастую даже и необразованными, простыми тружениками. В то время многие отцы были просветлены Духом Святым, и эта просвещающая их благодать позволяла им видеть, где ложь, где заблуждение, где искажение истины. Где ложь видеть надо? Вот если этого ты не видишь, то вообще ничего и нет. А в наш век духовность пребывает не на высоком уровне, поэтому духовное образование должно монаху дать возможность видеть с помощью канона и Святатических Писаний, и идем ли мы правильным путем, путем в Царствие Небесное, насколько настоящей является наша жизнь, и приведет ли она нас к спасению. Образованность дает человеку возможность как никогда отличить истину от лжи. Образование необходимо, но другое дело, что сегодня нередко прибудают так, что человек становится рабом нынешней образовательной системы и зачастую теряет и самооценку, и возможность правильного понимания всего происходящего в мире. Образовательная система может навязывать человеку свое миропонимание, поэтому сейчас даже и в семинариях надо соблюдать осторожность в связи... Поближе подведи, вон там кто-то у нас стоит, я спрошу несколько вопросов, уж не показываюсь. Маленько, да, да. Остановись, остановись маленько, а то сейчас мы заканчивать будем. Вот сегодня мы молились, поближе подойди, чтобы голос был ослышан. Не разувайся, шагни, у тебя ноги чистые. Шагни по полу прямо. Давид неоднократно в псалтыре говорит, воды, покрыли меня, воды, и утопаю все. О чем он говорит? О каких водах? Погромче, чтобы я услышал. Не на чем встать, то есть под ним камень был, камень куда-то ушел, и воды заливают. Он непрерывно говорит, тону, кричит. О чем конкретно он говорит? Написано только вода. Какая? На Твердю, по Твердю. Где вода эта? Давыда никогда в воде не было. Не могу ответить. Никогда. Ну, слезы, слезы может. Вода покрыла только фараонов войска. А здесь Давыда, у Давыда, когда говорит в псалтыре, о чем говорит? Он говорит, я не могу ответить. Не можешь ответить, это уже от меня. Может, о слезах. Может, о слезах. Нет, не о слезах. О напастях, о гонениях, о преследованиях, о клеветах, которые утопили его буквально. И не на чем стать, опереться не на что. Бежал. Тест ищет его убить. Воды достигли меня до души моей, заливаются через рот. Второе. Воды покрыли. Написано, Бог о себе говорит, ярость его. Ну, слово ярость, понятно, что человек возбуждение. Бог говорит, ярость, и в ярости погубил. У Бога ярость бывает или нет? Ну, помните, что Бог без страха. Бог не гневается, не забывает. А тут написано ярость. Есть такое понятие, праведный гнев, то есть праведный гнев. Здесь, значит, праведная ярость. То есть, эта ярость не та, которая человеческая, а она другая совсем. Это без ярости, как бы, но... Написано четко и ясно, ярость. В ярости погубил народ. В то же время ярости нет. Как понимать тогда? Выходит, что не правда написана? Не неправда, а применительно к поразумению человеческому. Что по-другому Бог не мог смотреть. Столько вам дал, и вы отвернулись, кидалом пошли. Каким-то деревяшком, железком, каменным статуям. Бог в ярости решил, истреблю вас. Это не игрушка, не два человека. Считается, от трех до пяти миллионов вышло. Миллионов? Ну, а может быть меньше. Ну, даже не миллионов, тысяч. Хотя, только убили своих, они в шатрах, три с половиной тысячи сразу, три тысячи восемьсот. Ясно, что много. И Бог поклялся во гневе моем. Бог не клянется. Зачем Богу нужно это? И не во гневе. Не войдут в покой мой. И непонятно, что за покой. И не войдут. И от двадцати лет, как все метрики были взяты, все проверены, сколько? А мне пять дней, только на двадцать первый год. Все, пропал. В песок зароют тебя. А кому до двадцати лет, те войдут в покой мой. Все. И при том, за что? За то, что не поверили, что эту землю уже Бог дает, уже подошли. Всего лишь не поверили. Они стали говорить, что ой, там люди, как деревья, а стены высотой до небес. И только Иисус новин, халев, они сказали, возьмем Бог с нами, Бог и Егова вперед, даешь. И Бог сказал, вы двое войдете. И вот старше, которые были двадцати лет, только два человека вошли. Это Бог во гневе? Да, написано. Но Бог не гневается. И еще это, мы сегодня только на псалтырном чтении читали это. И поднял руку свою, клялся, Бог поднял руку. Так у Бога руки есть? Да, конечно, нет. Ну, написано руку. Ну, как написано? Понимаете, что везде все образы, там какой вербальный подход, там разные-разные называют. Но главное, что руки-то нет, это определенно. Ну, а как же рисует старец? Да, Даниил видел, подведем был сын человеческий. Церковь запретила иконы эти рисовать. Что сидит старец, около него сын и голубь. Это икона незаконная, антиканоничная. Ее не должно быть нигде. Это уже, ну, просто на наш маразм. А как же по образу и подобию своему сотворил? Да. Сотворил по образу и подобию своему, Господь. Ну, что у Бога руки есть? Ну, если он человек, а по образу и подобию, как понимать? Это понять, что человек, в первую очередь, бессмертен. Это не руки. Свободен. То есть, можешь выбрать добро и зло, я предложил тебе огонь и воду. Благословение и проклятие. Вот в чем означает. А не то, что руку, подобие. Подобие бороды, глаз, бровей. Мы-то что говорим? Что Бог оправляется, ходит, ест что-то. Подобие. Нет, конечно. В духовном плане. Чтобы мы были едины, как говорит, я с Ватца, и вы во мне. Господь говорит, Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, никакого подобия в телесном не было. У Бога нет плоти, а человек сотворил с плоти. Речь идет о душе, уподоблении. Видишь, какое понимание идет. Дальше. Это сегодня утреннее чтение было такое. Дальше. И стуканы ваши сделали сетью вам. Какой сетью? Мелкой, крупной? Диалойской сетью. А? Диалойской сетью. Значит, нет никакой сети. Определенно, сети никакой не было. Означает заблуждение, в которое они вошли, они их уловили. Я к тому, что мы должны понимать, так как дожро, иначе там все бред. Сети не было никакой. Но так как они в этом запутались, и вместо Бога, живого, иегова, и яхва стали поклоняться мерзким этим изделиям рук человеческих, эта сеть была для них. А какая? Ну, представь, совещание от хреста народа. Говорит, ну, давайте объединиться. Семь объединились, пошли, всех разбили. А там еще другие народы, которые будут побиты. Что делать? Они, говорит, не знаю, но, говорит, я, говорит, слышал такое, что у них Бог не любит грех. А какой грех Бог ненавидит? Я представляю, как это. Ну, ненавидит, когда кланяются идолам. Это большой грех, самый большой. Да вы что? Да как бы заставить, чтобы они принесли? А если они будут? Вы знаете, что сейчас сражение было? Наши сколько убило? 15 тысяч. А евреев сколько? Ни один не был. Ни один не был. Да кто его бил? Бил, говорит, ну, как-то как-то мимо. Стрелял прямо, говорит, стрела куда-то отвернула. Прям видно, как вот Хатабыч показывает, когда подыграет ворота. Раз, выгнали, чтобы мяч залетел туда. И они это все видят. Надо сделать, чтобы они принесли жертву. И тогда Бог отвернется, и тогда они будут уязвимы, как мы. Но как это сделать? Надо как-то прельстить. А чем прельстить? Эх вы! Да молодежь-то к чему? Да я покажу, вот она идет, голым задом сверкает. И она больше ничего не делает. Просто идет, двое идут, и голые. И они взорвали интернет. Взорвали. Посещаемость 3 миллиона. Почему? Наклонность к блуду. И тогда сказали, выбрать красавец, быстренько провести конкурс, шатры поставить. Рядом около шатуров, жертвенник, и мясо, чтобы лежало. И они стоят, глазки строят. Заходите. А сколько платите? Да мы что вам, проститутки что ли? Вы просто, мы честные девицы. Вот возьмите мясо и положите. И они это сделали. И сделали. Ничего не было? Не было. Ой, какие они хорошие. Они себя не так ведут, как наши. Они умеют танец живота делать. Я засмотрелся там, да вот вместо часа три часа там пробыл. Друг друга, зараза пошла. И в этом князь выходит. Княжеский сын вышел. А там для князей отдельный шалаш был. Мясо взял, бросил, пошел. И тогда входит один только встал человек. Одиннадцать. Прямо с молитвы, когда все плакали, молились. Он взял в руки копьет, кинул шатер. Дверей-то не было. И одним ударом прихолол, как бабочек в гербарии. Одним ударом двоих убил. Почему? Понятно, что они лежали один на другом. И сразу же глаз раздался. Этот удар зачтется тебе во веки веков. И Бог снял проклятие. Мы это сегодня прочитали. Это сеть была, сеть какая, через блуд, через красавец. Бойся, как огня женщин. Бойся, когда они требуют замены еще что-то. И они принесли в жертву. И только пошли воевать. Так это только отдельный раз. Там написано не воруйте, не крадите. Этот народ злой. Надо все уничтожить у него. И вдруг завтра пошли воевать. И 32 зеркальтянина убили. Застонал народ. Впервые увидели мертвых своих. Вдовы застонали. Что делать? Кто-то что-то взял заклятое. Но кто? Никто не согласится. Идите по коленам. колено одно указано было. Ну колено-то это 300 тысяч. Теперь где взять? Идите по племенам. Никого нету. Идите по семействам. Никого нету. По одному. И наконец колокол ударил. Он. Ахан сын Зары. Теперь проявлен был. Итак, сын мой, прославь Бога. Бог нашел тебя. Что ты сделал? Я это вот когда там были и там золотой слиток лежал. Я взял его и там одежда была очень хорошая. Я взял где она? Ну это самое в шатре у меня где вот стоит стол около него. Так юноша бегом побежали раскопали принесли. Что ты сделал? Так жены идите сюда. Вот все ваши мужья погибли из-за него. Ведь я же говорил не брать. Что делать? Ответ один. его взять жену детей все что у него было вывести и забросать камнями. И эта картина есть Густаво Доре. Ахан Сензар и туда видимо я это все я картину просто представляю. Учителя урок наглядный проводили. Дети бойтесь заклятого. Дети к чужому не прикасайтесь. Вот завтра я выставлю ролик на эту тему. Он у меня с детьми я говорил в воскресенье. Не прикасайтесь. Сегодня как обман деньги увидел ты наклонился взял они за ниточку дернули а в другом месте взял ой я потерял где-то вы не видели а видели что он я вот вытащил да это не так у меня там больше все деньги все уплыли. не бери я думаю к этой куче где охан подводили там и начинали все рассказывать и поэтому они боялись боялись а почему наказание наказание человек больше боится чем обещание будущих благ говорит Иоанн Златоуз вот в Барнауле у нас два велосипедиста поехали в Китай ну там маршрут какой-то был проехали видимо до Индии вернулись ну и как в Китае там наверное с голоду мрут ой что вы как они хорошо живут ну а что запомнилось да главное что ничего не воруют мы говорит велосипеды оставили ушли ну и там задержали через два дня пришли как стояли и стоят мы спросили как мешок золотом поставь на остановке никто не возьмет а почему сразу расстреливают вот как мы научаемся очень многому и когда говорится о Боге и что-то мы должны понимать именно вот так все пока вперед я вопрос только будем засчитывать а ответы люди сами пускай считают у нас уже время не будет является ли нарушением монашеских обетов борьба монаха с отступлением и ересью ну дальше что он сказал монах монах должен быть свидетелем истины в этом мире дальше просчитайте я буду выделять здесь какие святые он говорит очень хорошо у нас просто времени нету известно что известно что вашу епархию посещали братья троицы сергиевы лавры какова была цель их визита можно прочитать маленько они привезли увещательное письмо духовного собора ТССЛ в котором предлагали мне попокаяться что якобы я неправильно себя повел тем что обличил те недостатки которые существуют в церкви в то же время они согласились что эти недостатки существуют но я как епископ обязан говорить о них хотя многие считают что отступление надо замалчивать а пользы от молчания в виде нет ну дальше я говорю что экуминисты я просто показываю просчитайте вот эту страницу затормозите и просчитайте он говорит все как есть и вы согласны с ним ну вы сами о себе скажите вопрос некоторые архиереи сегодня увлекаются политикой что вы скажете об этом ну и дальше он об этом отвечает как просчитаете какие грехи аборты он все сказал на Курильских островах там где он ну в курсе дела вот прочитайте и там это будет понятно теперь вопрос известно что каноны запрещают епископу давать деньги в рост как относиться к тому что некоторые иерархи являются учредителями банков отрицательно конечно и что они естественно оправдывается что они эти деньги допускают на всякие благотворительные нужды но мы знаем что все далеко не так поэтому я считаю что раз каноны запрещать то этого надо избегать дальше вопрос как сохранять сегодня церковное единство когда мы видим явное отступление в действиях некоторых митрополитов и епископов которыми смущается верующий народ и дальше он отвечает как смотрите он отвечает на все вопросы снова вопрос а как остановить тех людей каковых сейчас немало которые из-за своего смущения действиями архиереев покидают церковь уходят в раскол и дальше что Диамид об этом говорит епископ Диамид Диамид снова он берет Константинопольский так дальше что попытка затащить в нашу церковь зловонный юридический труп вот так он перечисляет Илариона Кирилла какое их участие в этом вот и дальше епископ Иларион Алфеев заявил что требуя выхода из оккумунического движения вы способствуете расколу международного православия и он отвечает а я себя не считаю агентом Константинопольской церкви я сын православной церкви московского патриархата и дальше об этом вопрос задают новый владыка многие православные благодарны вам за то что вы высказали защиту нежелающих принимать глобализацию почему молчат другие владыки я вот тут не показал вот это просчитает что тут есть и теперь какой он дает ответ вот это просчитаете тормозните найдете ну и дальше вас обвиняют в нарушении единства церкви что вы можете сказать на это и теперь что нужно сказать на это вот теперь здесь о нем что говорят конечно проще осудить меня как возмутителя спокойствия оклеветать что я уже и разума и совести лишился вот это о нем говорят мне это близко потому что я все это испытал такие они и есть а могут ли они быть другими не могут не могут потому что надо отречься от самого самого начала ну и теперь как всегда я выставляю из святой библии как эпиграф к тому что он здесь говорил лука 11 49 54 потому и премудрость божия сказала пошлю к ним пророков и апостолов и из них одних убьют а других изгонят да взыщется от рода сего кровь всех пророков пролитая от создания мира до крови авеля до крови захарий убитого между жертвенником и храмом ей говорю вам взыщется от рода сего горьвым законникам чтобы взяли ключ разумения сами не вошли и входящим воспрепятствовали когда он говорил им это книжники и фарисеи начали сильно приступать к нему вынуждая у него ответы на многое подыскиваясь под него и стараясь уловить что-нибудь из уст его чтобы обвинить его ну как эпиграф ты согласен что это к месту конечно дальше как прекрасно печь духовный хлеб набирая буквы на компьютер проповедник я не исполнитель треб не торговец и не дистрибьютор проповедь увековечу я воплощая слово божье в книгу как христос стал богом для меня вот так и я беру христова иго не одним лишь хлебом человек живет но божьим словом сшедшим свыше бог сам с небесным слово свое шлет пусть кто имеет уши да услышат о боже укажи кто жаждет изнывая дай через нас свою живую воду чтоб жажду утолить вода твоя живая и мертвого напоит заделай его годным пупков 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 Сергей Павлович дальше это стихотворение написано мной после того как я стал набирать проповеди Игнатия Тихоновича на компьютер ну даже какие еще поэты невероятно проповедь помогала хорошая 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 ну и на этом наверное все иди там посмотри так какой ну что сказать здесь пупков стихотворение пупкова ну нет напиши не стихотворение церковь дальше вопросы к диамиду стихотворение же мы не указываем что все на этом диамиду кончилось и папка эта закрыта все все Продолжение следует...